Жительница села Нижняя Санчелеева Ольга Корш вместе с мужем работает дальнобойщицей. Коронавирусом уже переболела. Воздоровление далось нелегко. Давно хотела сделать прививку, но опасалась, что с ее заболеванием с сахарным диабетом это противопоказано. Врач убедил в обратном. Я обратилась в Ставропольское ЦРБ к эндокринологу. Она сказала, что можно, и даже если я заболею повторно, это будет намного легче. Лидия Галишева и Владимир Ачимов в необходимости вакцинации уверены. И сегодня пришли за вторым компонентом. Ну, летняя охота. Второй раз мы уже пришли. Поэтому у нас уже ревакцинация, все равно уже надо продолжать. Мы тот раз прививались и этот решили. Жить охота. Прививки от коронавируса жителям делали в местной поликлинике. Но сейчас врачи сами заболели. Чтобы не оставлять сельчан в опасности, глава поселения пригласила мобильный пункт вакцинации. На сегодняшний день записано 80 человек. Но заявки поступают. Поэтому мы готовы поехать и довести недостающие вакцины. То есть никто не уйдет сегодня непривитым. По словам врачей, привитые болеют легче и недолго. А главное, им удается избежать постковидного синдрома, который порой привозит к нарушению работы системы кровообращения, инсульту или инфаркту. Ну заболеваем, вы сами знаете, что рост везде идет, особенно по Самарской области, но и в Ставропольском районе тоже практически отмечаем очень высокий всплеск. Практически ежедневно у нас идет прирост от 25 до 30 человек. Но единственное, что хочу сказать, что непосредственно кто вакцинированный, если такие, ну у нас в среднем где-то 2,5% заболевает вакцинированных. Это небольшой процент. И если даже они заболевают, мы просто смотрим по состоянию этих пациентов. Они переносят намного легче, без всяких осложнений. То есть практически они находятся на амбулаторном лечении. Сейчас в области работают 167 пунктов вакцинации, в том числе 9 круглосуточных. Задействованы мобильные ФАПы и более 50 мобильных бригад, которые осуществляют и вакцинацию пожилых на дому. Медики Самарской области, которые работают в красных зонах, убеждены, что прививка сейчас – это жизнь. Именно она позволит не оказаться в реанимации и избежать тяжелых последствий. Виктория Шарея, События.